Всем привет из солнечного Неаполя! Сегодня с вами я, Татьяна Блогер. И сегодня я хотела бы продолжить свой рассказ о своей первой работе, как сложились мои обстоятельства с домочадцами, или вернее, как они не сложились с одним из них, почему мне пришлось все-таки уйти с этой работы не по моей воле. Поэтому смотрите дальше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И милости прошу! На первой работе я проработала около восьми месяцев. Первый месяц моей работы я замещала предыдущую Баданту, которая уехала в отпуск после шести месяцев своей работы в этой семье. На тот момент, когда я уже сумела определить, что это легкая работа, и выбрала из двух, скажем, работ, тоже можете посмотреть видео предыдущие, именно эту работу. Все было, конечно, здорово, но, как и в любой работе, в этой работе оказались свои подводные камни, и о которых я уже узнала, работая именно непосредственно в этой семье. Как помните, я говорила, у каждой семьи есть свои тараканы. Так вот, эти все тараканы вылезли, ну, скажу, где-то на четвертый месяц после моей работы. И связаны они были именно с семейными, скажем так, проблемами, а конкретно с одним из сыновей бабушки, с последним сыном, с которым жила она. После того, как я вернулась в семью со своего маленького отпуска и пробы на другой работе, окрыленная тем, что я вернулась в эту семью, потому что мне семья очень понравилась, и я практически, вы знаете, даже согласна была чуть ли не на все условия, которые они мне предлагали. Ну, что там они мне могли предложить, кроме зарплаты в 600 евро, больше они мне не предлагали. Но на момент, когда я не знала языка и слышала о том, что работы бывают разные, работа эта меня все-таки в основном устроила. Тем более, что условия мое проживание были нормальными, ну, нагрузку был сын, который самый меньший, жил все-таки с бабушкой, иждивенец, так сказать. Я решила попробовать, чтобы с ним, скажем так, наладить отношения, хотя предыдущая Боданта ушла из-за него. Первый месяц мы прожили, я вам скажу, достаточно спокойно. И знаете почему? Потому что мы с бабушкой жили в семье у ее дочери. И за этот месяц она меня научила итальянской кухне. Да, мы жили там, где их было много, было 9 человек. Но, вы знаете, я попыталась максимум выдавить, скажем, из этой ситуации полезности для себя. Во-первых, более-менее как-то адаптироваться к языку, хотя очень сильно он меня раздражал, а тем более это был не итальянский язык, это был неаполитанский язык. Ну такой, знаете, исковерканный, на котором говорят, вот как у нас в селах украинских говорят, на суржике, так же и здесь неаполитанский язык, он имеет свои диалекты. И чтобы понять его, это нужно достаточный период времени прожить в этом, скажем, месте, для того, чтобы все-таки понимать этот язык. Я его до сих пор понимаю, так скажем, не совсем, скорее, понимаю, чем понимаю. Отдельные слова понимаю. Вот, поэтому мои усилия учить итальянский язык и сопоставлять то, что я слышала, конечно же, натыкались на вот барьер непонимании, если можно сказать это таким культурным словом. Какой итальянский язык, вернее, неаполитанский язык, помогает своим рукодвижением, то мы понимали семью. Конечно, было очень много комических ситуаций, но, тем не менее, понимание какое-то было. Для того, чтобы я могла выучить итальянский язык, мы общались через перевозчик в компьютере, но и, значит, когда уж совсем там было что-то непонятно, а в основном-то на пальцах, я записывала все на своем языке. Вот она, это тетрадочка моя. Вот смотрите, вот такая вот она огроменная. И вот здесь вот все написано. Значит, грибы. Да, было такое коронное блюдо у Марии. С грибами, с маленькими тевтельками в одной сковороде. Это запекалось все так здорово. Как-нибудь сниму видео этого блюда, потому что в других семьях я это блюдо больше не встретила. Ну, и я изучала, естественно же, каждую повседневные вообще варианты пищи, потому что сын меньше приезжал кушать к Марии. Вот сам он не питался. Вообще он не работал, иногда подрабатывал. Жил вместе с бабушкой на пенсии бабушки. И я, когда уже прожила, я понимала, что пенсия бабушки составляет где-то тысячу евро. Причем большую часть из этой пенсии составляла пенсия умершего мужа. И часть какая-то этой бабушки, потому что она практически не работала, она воспитала семь детей. И вот социальная пенсия, которая ей была положена, она тоже входила в эту тысячу. 600 евро платили из этой тысячи мне по уходу за бабушкой. И 400 оставалось на пропитание нашей всей семье. Ну, я вам скажу, сюда входили и медикаменты, и покупка продуктов на семью из трех человек по 100 евро где-то на неделю. Я вам скажу, это даже прилично и более чем достаточно. Во всяком случае, я писала в списке, что мне нужно купить на неделю из запаса продуктов, которым меня научили. И только блюдо потом меняло. Скажем, сегодня я ем пасту, готовлю пасту такую-то, на второе мы едим мясо такое-то, вот, и фрукты. Потом, что мы едим там в полдник, на что мы завтракаем. И я заказывала себе молоко, масло, потому что в этой семье молоко и масло не кушали, а кушала только я. Вот, скажем, на тот момент я не была такой балованной в еде, как сейчас, скажем, я не заказывала рыбу, какие-то, скажем, деликатесы, типа там, как у нас здесь считается, салями, сыры нарезка. Вот, мы пользовали, вот, ели самую обычную пищу, но, тем не менее, я себе сама готовила, как мне хотелось там, жареная картошка или еще что-то, салат, который у нас прямо в полисаднике рос, я делала себе на вечер салат. Добавляла туда все, что было в холодильнике, я добавляла помидоры и пармезаны я добавляла, и лимонным соком заливала, могла брошюта туда накрешить, в общем-то, такую сборную солянку я делала себе салата, и классно себя чувствовала, вечером поев такой витаминный салат. Вот, всем рекомендую, кстати. Так вот, когда я прошла уже испытание, скажем, и меня научили готовить итальянскую кухню для этой семьи, мы переехали с бабушкой в дом, где жили все вместе с ее сыном, я и бабушка. Началась наша эпопея совместного проживания. Первое время, скажу вам, сын этот, ну, никак к себе не привлекал внимания, мы жили очень дружно. Я, конечно, думала, что у него такой вот взрывоопасный характер из-за одиночества. Все-таки ему было 38 лет, женат он не был, не было у нее семьи, не было девушки, с которой он встречался. Чему-то я думала, что это из-за того, что он один. Но он оказался еще и пристрастен к алкоголю. Поэтому все понятно, почему у него с психикой-то не лады были, на первых порах, говорю, он скрывал, скажем, свою так, зависимость алкогольную. Где-то это так проходило, но очень незаметно, потому что он уходил из дому. Куда он уходит? На работу или вообще там где-то прогуляться с собаками. Он любил очень собак. Они прям, знаете, за ним с ворой бегали все собаки бездомные, сопровождали его по поселку. И потом он возвращался. Но возвращался он иногда приносил какие-то продукты, вот, купленные им, значит, первое время, я так понимаю, что ему сестра доверила финансовую кассу семьи и покупки даже осуществлял он. Он приносил медикаменты для бабушки, он приносил какие-то продукты. И, в общем-то, где-то месяц, месяц второй мы прожили более-менее нормально. На второй месяц, как вы все знаете, я уже рассказала, я со своей итальянской первой любовью. И вот тут вот так как раз и начались же проблемы у нас в отношениях, потому что начал он какие-то вот высказывать претензии, мне непонятные, потому что языка я тогда не понимала. А претензии эти выражали все в каком-то там, знаете, бу-бу-бу-бу-бу-бу, с утра до вечера. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну, я там знаю, что он бу-букает. Вот. Ну, поскольку внимания на него после его бу-бу-бу никто не обращал, то он начал демонстрировать более явно свое недовольство. Ну, это проявлялось, скажем, в том, что он уже не стал скрывать свое пристрастие к алкоголизму. Он мог в обед, после того, как мы, допустим, покушали, или вечером, после того, значит, как мы покушали, сесть и с бутылочкой венца, так, знаете, хорошенько задержаться и никуда не спешить. В то время, когда я уже ее убрала со стола, скажем, да, и мы уже с бабушкой там совсем другими делами занялись, а он сидит за столом, значит, его тарелка и вот бутылочка, и все, я тут сам как-то сейчас догоняюсь, называется это. После определенного периода он, когда я его на него не стала все равно обращать внимание, он отказался от приема пищи. Причем, когда я готовила еду, я стала спрашивать на первых порах, я даже ему утром готовила кофе. Ему и бабушке, хотя я не должна была этого делать, ну, уж мы тогда говорили, что я готовлю кушать на троих. Потом он отказался от приготовления кофе для него, вот, и потом он отказался от приема пищи. И вот где-то с трех месяцев, да, моего пребывания в этой семье больше он, скажу вам честно, с нами, с бабушкой за стол не садился. Садился в тех редких случаях, когда семья приезжала погостить к нам, допустим, или собраться все вместе. А происходило это очень, скажу вам, частенько, потому что вот с его стороны вот эти все недовольства, они как-то вот по нарастающей происходили. Как бы другие, ну, кто-то может сказать, что меня так выживали, да, скажем, из этой семьи. Кто-то может сказать, что он так пытался обращать на себя внимание. Вот, я, например, вижу это как психическое у него расстройство, которое не только со мной у него было, оно было и с предыдущей девушкой, которая работала в этой семье, но только она имела выход в другой форме. Они, допустим, скандалили постоянно, каждый день. Она-то орала настолько громко, что вся улица это слышала, ежедневно этот ор. И, конечно же, обсуждали, когда мне уже потом даже соседи об этом рассказывали. В то время, когда мой роман тоже бурно продолжался, и дома докалялись тоже страсти. Значит, я рассказывала, что моя бабушка имела такое специфическое отклонение при своей болезни. Она очень ходила много, и особенно вечером, перед тем, как нам нужно было укладываться в постель, вот это вот два часа у нас было а-ля-ля хождение по квартире. Усадить ее, в принципе, вы знаете, можно было, но ненадолго. Вот буквально там она могла посидеть, ну, полчасика, скажем, из двух часов, пока вот она ходила, но не больше. Потом она вставала, ходила, ходила, и вот мне приходилось ходить за ней постоянно по пятам, потому что она действительно могла, переходя из комнаты в комнату, там где-то какой-то порожек зацепиться, грохнуться. И были такие случаи, когда она падала и набивала себе синяки. И вы знаете, стресс был и для меня, и для нее, поэтому я для себя уже выработала такую политику, что я просто за ней ходила вечером. Кроме этого, она еще открывала входную дверь, потому что когда она начинала очень быстро ходить и ловить ее по всему дому, вы знаете, особенно если этот парень был дома в своей там комнате, он включал музыку, мог там в кухне засиживаться за стаканчиком, и ходить по всей комнате, то есть нам заходить в эту комнату, ну как-то мне очень не хотелось. И вот когда было холодно, октябрь-ненебрь-декабрь, это холодно, мы ужинали в зале, потом я убирала со стола и в зале я закрывала двери одни и закрывала двери входные, потому что у нас дом начинался с входа прямо в зал, где стоял камин и потом проход во весь дом. Из дома, в доме было два выхода, из кухни был еще выход на улицу, поэтому этот парень мог свободно себе, прикладываясь к бутылочке в кухне, выходить и идти на улицу. Другое дело, что это ему очень не нравилось, он этому противился. И когда я закрывала входные двери и двери из зала, то естественно он уже выйти не мог, а когда он создавал вот эту вот ситуацию уже, значит, бучи, то естественно ему нужно было вот к чему-то же придолбаться. поэтому ключи я вытягивала, забирала, вечером мог кто-то прийти, тогда я конечно же открывала, а открывала двери бабушка, знаете почему, мне уже объяснили потом родственники, что во время, когда было извержение вулкана, и все пережили этот стресс, и старенькие люди в том числе это все давно, в общем-то очень помнили. С тех пор в селах они старались не закрывать входные двери, чтобы было при землетрясении, можно было быстро покинуть дом, и чтобы не дом свалился тебе на голову, скажем так, вот в чем причина, и вот у нее срабатывал механизм это-то, она все равно шла открывать входные двери. Так вот однажды дошло дело до того, что он разнервничанный, скажем так, зашел, открыл двери в зал, которые проходили, даже не входные двери, а вторые двери, через которые мы проходили в остальной дом, и он в порыве гнева эти двери сорвал с петель и поставил рядом, чтобы я не могла просто закрыть эти двери. С сестрой мы договаривались, потому что он давал мне вот своим этим отношением, постоянными криками, не давал нам просто спокойно, нормально жить. И с сестрой мы договорились, что когда случается такая ситуация, у меня всегда под рукой ее телефон, я ей звоню, и по первому зову, они как уи-уи-уи, это скорая помощь, эмердженция, летят. Они жили в поселке Муяна-де-Кардинале, а мы жили в поселке Баяна. Это четыре поселка вместе находятся, и ну где-то там на время добраться, им минут 10-15 надо было, чтобы прыгнуть в машину и приехать. И, значит, семья на первых порах, зная его, скажу вам точно, поддерживала меня. И, да, вот когда такие случались уже, знаете, ну, что делать-то? Снял этот самый, бабушка сейчас моя бежит туда. Вот. В общем-то, казино такое, скажем, казино, казино. А я позвонила семье, говорю, вот такая фигня. Короче, что делать-то? Мы без дверей теперь спать будем. Вот. Приехала семья, выругали его. После этого случая, когда он сорвал эти двери с петель, семья придумала ход такой интересный. Значит, дом был большой, и в доме поселился еще один брат со своей женой или невестой, скорее, можно так назвать невестой, для того, чтобы создавать нам, скажем так, группу поддержки или ему, или мне. Я уж и не поняла, кому. Вот. Но жить стало нам весело. Чем больше народу, знаете, тем меньше кислороду. И семья, которая заехала, имела свои, скажем так, проблемы. Они между собой так тоже иногда схлестывались. Поэтому я нашла выход в создавшейся ситуации такой. Сосредоточила свое внимание, скажем так, только на этой бабушке. Моя задача была, чтобы она была ухоженная, чтобы она была вовремя покормленная, приняла медикаменты, которые ей положено, чтобы с ней ничего не случилось, нигде, она там не шлепнулась. Вот. И, скажем, все остальные в этом доме мало меня волновали. В доме у каждого была своя комната. По поводу питания решили все так. Как мы питались, так мы будем питаться. Нас трое человек, бабушка, я и сын, они будут, мы будем питаться из пенсии бабушки. А заехавшая вновь семья, они будут питаться из своего бюджета. Если мы когда-то там садимся вместе кушать, то, в принципе, готовим мы-то все вместе, но на общий бюджет это никак не влияет. В принципе, так и было. Первый месяц, когда они заехали, я вам скажу, что как-то ситуация меньше, более-менее нормализировалась в отношении этого сына, вот, он немножко успокоился, пьянства, конечно же, не прекратились, вот, он просто стал дома не столько пьянствовать, как уходить, где-то и в баре заседать, вот, и домой уже приходить там, уже в подогретом таком состоянии. Все обычно сиделки имеют выходной в воскресенье, поскольку в воскресенье в маленький город, все магазины закрыты практически, даже бары закрыты. Я не знаю, где женщины проводят время, в маленьких поселках, наверное, они имеют друзей, знакомых, чтобы прийти к кому-то. На тот момент, когда я работала на первой работе у Мала, у меня была одна единственная знакомая, с которой женщина, с которой приехала я в Италию, но судьбы наши сложились совершенно по-разному. Мы оказались в разных местах по работе. В то время, когда я работала в этой одной семье, она порядка где-то шести месяцев не могла устроиться на работу, то с одной работы на другую переходила, со второй на третий, в общем-то, все это время, пока я работала в первой семье, у нее как-то улаживалась ее жизнь неудачно как-то и находились друг от друга для того, чтобы общаться. Поэтому общались мы в редких случаях, как-то узнать, как у кого дела, но общие интересы у нас, скажу вам честно, резко прекратились. Осталась практически одна тема для разговора, это тема, которая нас объединяла, мы приехали вдвоем, мы знали друг друга, скажем, на протяжении 10 лет в Украине и это был единственный канал, с кем можно было поддержать какую-то связь. Еще была у меня еще одна девочка, знакомая, которая к тому времени уже уехала в Милан. Ей было проще, потому что у нее в Милане уже порядка 13 или 20 лет была мама, которая помогла ей на севере найти работу. И пока я находилась в первой семье, они активно меня звали на север для того, чтобы мне там тоже помочь найти работу. Вот и все были мои знакомства, скажем так. Поэтому я выбрала субботу для того, чтобы я могла уезжать со своим мужчиной, который у меня появился, но или самостоятельно, потому что нужно рассматривать такой вариант, что ты сам за себя отвечаешь, или самостоятельно я могла садиться в поезд и уезжать в Неаполь. Неаполь город, где много исторических всяких мест интересных, как я первый раз поехала в Неаполь самостоятельно, я тоже вам расскажу. И чем закончилась эта история, она, конечно, знаете, сейчас вспоминать смешно, а тогда на самом деле я слишком, очень даже сильно перепугалась. Но это тема другого разговора. Так вот, поскольку у меня суббота была выходной день, и воскресенье, я все же находилась дома, а воскресный день, понимаете, сами итальянцы не работают. Они посвящают время себе, своему отдыху, никаких уборок для женщин, можно что-нибудь вкусненькое там приготовить, съесть. И, конечно же, этот день мы в основном всегда проводили о дочери, бабушке. К нам мы еще утром там могли понежиться, да, как-то позавтракать дома. А потом приезжал Джоанн и забирал нас на обед, нас всех, можно сказать, кто был дома. Если это была я, то меня, бабушку и сына. Если это был еще второй сын и второго сына. И мы уезжали к ней домой. Она готовила на всех обед. Я ей помогала. Мы накрывали на стол. И, в общем-то, проводили время практически до вечера. Ну, когда как получится. Но в основном мы проводили там весь день. Собирались туда, приехали, приезжали другие дети, кто был поблизи. И вот так проводили мы по-семейному этот день. Поэтому, когда в один из воскресных дней в дверях нашей квартиры появилась предыдущая Баданта, которая, да, с треском ушла из этой работы, я, вы знаете, как-то так призадумалась. А что у нас здесь делает предыдущая Баданта? Вообще в Италии, вы знаете, все достаточно очень просто. Особенно в обычных селах, скажем, если это домашние интриги, то они настолько легко распознаваемы, что там, знаете, не нужно иметь симпядий во лбу, чтобы вычислить все эти механизмы хидросплетения. Все было очень просто и понятно. Если она появилась здесь, то какого-то черта она появилась, или у нее отношения с кем-то из членов семьи, вот, или какие-то у нее есть виды опять на эту работу. Вот, в принципе, две мысли, которые меня посетили на тот момент. Я вам скажу, что обе они имели место на свое существование. И как впоследствии они подтвердились или нет, возможно, кто-нибудь из вас мне ответит в видео. на сегодняшний рассказ я хотела бы на этой положительной ноте закончить. Предложить вам продолжить этот рассказ в другом видео. Поэтому спасибо большое за то, что смотрели меня, за то, что пишите мне комментарии. Спасибо большое за обратную связь. И, вы знаете, я подумала и решила создать в Телеграме канал, где любой из моих подписчиков может перейти на него внизу под видео. Есть ссылочка. Переходите в Телеграм-канал. Этот канал будет создан просто для моих подписчиков, для вашего общения. Там вы сможете найти реальные, мне так кажется, связи с людьми, которые находятся здесь и люди, которые живут, допустим, в Украине или в России. Если вы хотите завести знакомство, пожалуйста, общайтесь. Если вы хотите найти работу, мне кажется, все с удовольствием помогут друг другу. Единственный нюанс, конечно же, никакой пошлятины, гадости, склок я на этом канале, в этом чате не потерплю. Поэтому у меня уже есть опыт создания каналов и в Телеграме, и групп по продвижению. Поэтому я знаю, что я говорю. Проходите по ссылочке внизу, ищите Телеграм-канал, подписывайтесь на него и общайтесь. Ребята, и будет вам всем счастье. А на сегодня у меня все. С вами сегодня была я, Татьяна, блогер из Неаполя. До новых встреч и до встречи в солнечном Неаполе. Пока-пока.